Я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем продолжать начатое сегодня дело, а именно молиться за семью, такими вот соборными молебнами, обращаясь к покровителям семьи. В частности, мы сегодня молились Акафисным пением, царственным мученикам. И, конечно же, те, кто прошел все испытания в семейной жизни и завершил этот жизненный путь как победитель, Он, конечно же, может и искушаемым помочь. Мы в данном случае являемся искушаемыми людьми, потому что мы проходим свое семейное поприще. И каждый по опыту знает, что очень непросто идти проходить это поприще. Сегодня я хотел бы начать с такой вводной лекции о семье. Мы будем каждый раз после Акафисного пения не только с трастотерпцем царственным, но также и Петру и Февронии совершать молебное пение. И какие-то другие будем совершать молебствия, связанные с воспитанием детей. Так что именно в нашей современной жизни мы нуждаемся в первую очередь в молитве, в небесном заступничестве Божьей помощи. Годная лекция о семье будет в первую очередь иметь целью раскрыть, что собой вообще представляет семья, в частности, христианская семья. Мы начнем экскурс с первой книги Священного Писания «Бытие». Все вы читали книгу «Бытие» и знаете, что Бог сотворил вначале Адама, мужчину. Адам был сотворен вне рая. Но затем, после сотворения мужчины, Господь творит женщину, но другим образом, не так, как мужчину. Уже в раю Господь творит женщину из ребра Адама. Конечно, это библейское повествование овеяно не только положительными размышлениями, но также и скептическими, даже не рассуждениями, а просто скептицизмом, каким-то таким вот высокомерным взглядом сверху вниз. Потому что, как это так, женщина сотворена с ребра Адама. Тем более, в ребре, как нам известно, нет головного, простите, нет мозга. И, конечно, многие говорят, ну как же так, это оскорбляет достоинства женщины. Но мы должны понимать, что ребро — это не в том анатомическом смысле, как мы имеем часто в виду. Ребро в библейском смысле — это грань, это некая другая сторона бытия человека. О чем я в данном случае говорю, я внесу ясность. Дело в том, что когда в первой главе, в 27 стихе идет речь о том, что сотворил Господь мужчину и женщину, сотворил их, то в оригинальном тексте идет речь о том, что мужество и женство сотворил Господь. В среднем роде идет речь о мужчине и женщине. То есть имеется в виду не о тех, в смысле не о мужчине и не о женщине в нашем смысле, а был сотворен первый человек, и внутри этого человека было потенциальное начало, мужское и женское. И вот затем уже во второй главе идет речь о сотворении именно мужчины и, простите, женщины от мужчины. Почему? Именно такой способ Господь избрал для того, чтобы сотворить женщину, для того, чтобы человеческий род всегда ощущал единство, чтобы не было ощущения отчужденности, чтобы не было два источника происхождения рода человеческого. И когда увидел Адам, Еву, то он сказал, «Это кость от костей моих и плоть от плоти». То есть он признал в ней именно свою половинку. И вы знаете, это очень важно отметить, потому что он нарекал имена животных. И среди животных он не нашел себе подобного. Это очень важно понять, потому что именно сейчас люди хотят найти происхождение среди животного мира. Они хотят записать себя в потомки именно обезьян или каких-то других животных. Но священная традиция, библейская традиция нам говорит о другом происхождении, о том, что человечество произошло от одного человека. И нужно здесь отметить, несмотря на то, что Господь создал максимум комфорта для жизни человека, имеется в виду рай, как идеальное место жизни для человека, произошла серьезная трагедия ослушания Евой Божьей воли. Она ослушалась и толкнула на ослушание и Адама. И мы видим, что Адам послушался Еву и оба согрешили. Мы видим именно с этого момента начало трагической судьбы для человечества. Потому что вся трагедия личной судьбы каждого человека зависит прежде всего от послушания Богу. Если человек имеет послушание Богу, значит, и жизнь его будет складываться хорошо и правильно. Если он не имеет послушания Богу, значит, вся его жизнь будет трагедией. То есть мы видим, в чем источник, в чем корень человеческого страдания. В нарушении воли Божьей. И мы видим другую сторону, что один человек может толкать другого человека на грех, на нарушение воли Божьей. Особенно люди, взрослые, которые имеют детей, они очень хорошо понимают, о чем идет речь. Это как дети не слушаются своих родителей. Если они не слушаются родителей, то, конечно же, они будут ходить путями заблуждений своих. Они будут как бы изобретать свою судьбу. Хотя можно было бы избежать многих ошибок в жизни благодаря мудрости родительской. Потому что родители в силу возраста и если еще и в силу воспитания хорошего и христианского осмысления жизни, они, конечно же, могут одарить своих детей положительным опытом. И этот опыт будет добрым помощником в их жизни. Молитва «Отче наш», которую мы читаем постоянно, содержит в себе эти важные слова «Да будет воля Твоя, Господи». И вот парадокс нашей жизни в том, что мы постоянно говорим одно и то же «Да будет воля Твоя», но осуществляем свою волю, делаем свою волю. Именно в этом основная проблема нашей жизни. Я бы сказал, основная ложь нашей жизни. Мы как бы лжем, и мы этого не замечаем, потому что мы привыкли читать молитву как вирш наизусть. И в результате эта молитва, она теряет как бы смысловое основание нашей жизни. То есть мы не задумываемся часто на тему, что мы нарушаем волю Отца Небесного. А вернее сказать, мы продолжаем нарушать волю Отца Небесного. Потому что тогда, именно на заре человеческой истории произошло это непоправимое действие человека, нарушение воли Божьей. Если бы эти дети, первые дети Божьи, тварные дети Божьи, конечно, потому что нетварный только один Сын Божий, если бы они послушались своего Отца Небесного, то не было бы всего того, что мы сейчас несем тяжелым грузом на своих плечах, потому что мы болеем, мы страдаем, мы нервничаем, мы грубим друг другу и так далее. И все это является именно этим последствием нашей жизни, жизни во грехе. И вот Церковь — это не только опыт двухтысячелетней истории. Церковь — это опыт всей истории библейской, которая насчитывает уже около восьми тысяч лет. И вот это огромное наследие послушания, опыта послушания и непослушания Богу содержится в сокровищницах Церкви Святой. И поэтому, если мы будем говорить о самом важном в духовной жизни, то мы должны в первую очередь говорить о соблюдении воли Божьей. Если мы говорим о духовной жизни как о соблюдении воли Божьей, значит, мы правильно себе представляем смысл духовной жизни. Если мы говорим о духовной жизни как об ощущениях, как о каких-то переживаниях, то тогда мы уходим в сторону, мы заблуждаемся. Потому что самое главное — это исполнить волю. Волю не свою. Потому что своя воля — это всегда проявление эгоизма, самовлюбленности, каких-то самоощущений, самоинтересов. Такой человек не способен создать семью, такой человек не способен воспитать хорошее поколение, потомство. И поэтому мы, в первую очередь, должны быть озадачены одной проблемой. Соблюдаем ли мы сейчас, озадачены ли мы сейчас соблюдением воли Божьей? Вот что самое главное. И вот, поскольку случилась все же эта трагедия, ослушание, но мы не должны забывать о деталях, которые нам сообщает Священное Писание. Ослушание началось с женщины. И это не говорит о том, что женщина является неким сосудом скверны, нечистоты. Нет, мы так не должны полагать. Иначе мы будем в бесконечном конфликте, взаимных отношениях между мужчинами и женщинами, что и происходит в каких-то далеких традициях от истинной традиции библейской, церковной традиции. Женщина согрешила. Но мы имеем другой образ послушания женщин Богу. И именно через женщину пришел в этот мир Спаситель Человечества. Сероба Господня. Именно такими словами ответила Дева Мария на слова Архангела Гавриила, Вестника Божия. Да будет мне по глаголу Твоему. Мы видим, что уравновесила Дева Мария своими словами достоинство женщины с мужским достоинством. Но когда мы говорим о достоинствах мужчины и женщины, то это вовсе не уравнивает их в социальных ролях. Потому что социальные роли мужчины и женщины разные. Мужчина глава семьи, он иголочка, а она ниточка. И если мы переставляем именно эти роли в обратном порядке, то начинаются серьезные социальные проблемы, межличностные в семье. И просто внутри личности, внутри структуры личности начинаются серьезные проблемы. И вот когда мы говорим о семье, то мы должны в первую очередь говорить именно о библейской модели, о христианской церковной модели семьи. Потому что именно она опробирована, эта модель, в течение веков, в течение тысячелетий. Никто не может похвалиться именно такой длительной традицией семейного быта. Мы можем же сказать, что образ семьи Авраама и Сары является актуальным и по сей день для нас. А значит, что мы не разрываем временем именно эту семейную традицию в Боге. Когда мы открываем Священное Писание, мы находим там только положительные образы семьи. Мы видим защищенность семьи. Конечно, в Ветхом Завете представление о семье было не совсем христианским в нашем смысле. Оно было, скорее, может быть, несовершенным в сравнении именно с христианской идеей семьи. Мы знаем, что после грехопадения началось, я бы сказал, многое начало рушиться. Начало рушиться личность человека, начала рушиться семья. И в результате вместо моногамии, как принято выражать в научной терминологии о семье, появляется полигамия. Более того, даже конкубинат, именно это слово достаточно таким стало естественным в обиходе римского права. Конкубинат – это латинское слово, это незаконное сожительство. И оно тоже в каком-то смысле имело право на существование в Ветхом Завете. То есть мы знаем и о наложницах в Ветхом Завете, даже в семьях праведников. Так вот, что же было тогда и что мы имеем сейчас? После грехопадения Господь допускал полигамии, конкубинат по той причине, то есть многоженство и незаконность, незаконных жен для общения мужу. Потому что основной целью брака было продолжение рода. Вот это очень важная мысль – продолжение рода. Если мы говорим о браке сейчас, то сейчас брак имеет дополнительные цели, и, вернее сказать, это даже не дополнительные, а скорее единственную и самую главную цель – это любовь между супругами. А вот тогда брак имел целью именно продолжить род. Потому что через продолжение рода человечество надеялось иметь бессмертие. «Потому что мы знаем, грехопадение лишило людей бессмертия. Смертью умрете» – именно такие слова Господь обратил к согрешившим. И вот, когда мы говорим о каком-то особом благословении для ветхозаветного брака, то это благословение прежде всего многочатства. И помните, как скорбели и Аким, и Анна от того, что у них не было детей? Захария или Совет считалось проклятием лишением благословения Божия по той причине, что не было детей. И в Новом Завете мы видим несколько другое отношение к этому вопросу. Мы видим, что апостол Павел говорит, он, когда прославляет брак, положительно говорит о браке, то как бы дополняет этот положительный отзыв о браке в первом послании к Коринфянам, 7 главе. «Но лучше, как я». Вот это «лучше, как я» имеется в виду безбрачие. Но это вовсе не значит, что монашество безбрачие выше брака. Даже если мы будем рассматривать монашество и брак с точки зрения формального положения о таинствах Церкви, то мы увидим, что есть таинство брака, но нет таинства монашества. Есть только так называемые чинопоследования, пострижения в монашество. Но не звучит так возвышенно, чинопоследование о монашестве, как таинство брака. И вот нужно еще отметить, что именно таинство брака – это единственное таинство из семи таинств нашей Церкви, которое было установлено еще в Ветхом Завете. Потому что шесть таинств нашей Церкви были установлены именно уже в Новом Завете, а вот таинство брака – еще в Ветхом Завете. И вот через брак в этот мир приходит человек. И мы знаем, сколько радости связано с рождением в мир человека. Человек родился в мир и не помнит жена скорби своей за радостью, которую она переживает о родившемся человечке. Но не все так безоблачно. Мы знаем, тот же конкубинат, и, как мы уже говорили, полигамия вызывает у нашего христианского сердца возмущение. Мы не можем с этим согласиться. Но, тем не менее, люди, которые находились именно в полигамии, они были благочестивыми людьми. Но это все было допустимо в рамках того, я бы сказал, безблагодатного времени Ветхого Завета. Это нельзя сказать, что вовсе это время было безблагодатное, потому что без благодати человек не может жить. Когда Господь от имя Дух Свой, то в Перск возвращаются люди. Конечно, благодатью Божьей живы были люди и того времени. Но именно такое внутреннее сопряжение, соприкосновение человеческого сердца с благодатью Божьей, возможно, было только через... вернее, стало, не было, а стало через таинство, через искупление Сына Божьего рода человеческого. И вот, кроме продолжения Своего Семени, для того, чтобы обессмертить род человеческий, так называемый, был в Ветхом Завете даже установлен законом, закон Ливерата. Закон Ливерата – это закон, когда брат умершего брата должен был восстановить семя своему брату через соитие с его женой, чтобы не умерло имя брата. И поэтому это была очень серьезная проблема для Ветхозаветного сознания. Поэтому Саддукеи и задают вопрос Христу. А вот когда люди воскреснут в воскресенье, потому что Спаситель говорил о воскресенье, а Саддукеи, как нам известно, они отрицали воскресенье из мертвых, то кому жена будет из братьев, которые восстанавливали семя брата? И тогда Спаситель отвечает, что там по воскресенье мертвых будут люди, как ангелы. Там уже не будут жениться и выходить замуж. И вот Саддукеи по толкованию Климента Александрийского тем самым, как бы хотели, интересовались, а там вот после воскресенья будут ли вот эти плотские радости? И тогда кого же будет жена, если она была женой нескольких мужей? И вот в данном случае все вот эти мысли, неправильные мысли обличает Спаситель этими словами. Поэтому мы видим, что по воскресенье не будет такого представления о браке, как о какой-то ячейке, которая будет составляющей Царства Небесного. Почему? Потому что там будет любовь совершенная. Там настолько будет ощущение. Вот я сейчас даже буду сравнивать, и это сравнение дает нам Сам Спаситель в своих притчах. Он сравнивает Царство Небесное с брачным пиром. Он сравнивает жизни Церкви и Христа тоже с брачным пиром. Мы знаем из Ветхого Завета песни, песней, которая тоже в брачных образах описывает взаимоотношения Христа и Церкви. То есть о чем же идет речь в таком случае? О том, что двое уже не двое, а одно, там Царство Божие наступило уже в силе. Именно такой есть аграф, это слова Спасителя, те, которые не вошли в канон книг Нового Завета. И вот когда есть любовь между людьми, и эта любовь объединяет людей, объединяет в помыслах, объединяет в чувствах, объединяет в неком совместном действовании, это уже Царство Божие, которое наступило здесь. И вот поскольку настолько будет единство между людьми в Царстве Божьем, единство помышлений, чувств, что не будет необходимости создавать какие-то идеальные ячейки любви, то есть семьи, все будут едины, в едином порыве любви Христовой. Конечно же, размножения в жизни вечной тоже не будет, то есть это будет уже полнота времен, полнота для человечества. Человечество совершится все, оно состоится. Почему и называли Церковь тотус Христус в те древние времена всецелый Христос. То есть, когда тварное, разумное существо, человек приобретет полноту во Христе, завершенность и в своем нравственном, духовном совершенстве, и полноту в количественном смысле. И вот, возвращаясь к семье, мы возвращаемся в первую очередь к проблемам семьи. Потому что семья это всегда соприкосновение двух взглядов на жизнь. Но если мы говорим о детях, то появляются еще дополнительные взгляды на жизнь. И эти взгляды не всегда смотрят в одну сторону. Эти взгляды бывают некими, неким противостоянием мировоззрений, мироощущений. И от этого возникают конфликты, очень серьезные проблемы в отношениях. и опять-таки почему? Потому что люди не знают, каким же должен быть брак. Какой же должна быть идеальная семья? Когда я говорил о ветхозаветной модели брака, то я говорил о том, что самое важное в этой модели это продолжение рода. Когда мы говорим о языческой семье, в частности, если мы будем говорить о римском праве, а римское право в данном случае является в случае я имею ввиду языческого идеала семьи, является самым идеальным в языческом мире образом языческой семьи. Это очень важно понимать. И вот о чем же нам говорит римское право относительно семьи. и я сейчас цитирую вам известный принцип римского права. Согласно Модестину, известному правоведу, он говорит, сожительство со свободной женщиной является браком, а не конкубинатом. То есть идет речь о сожительстве со свободной женщиной. Это значит, что она не должна быть обременена какими-то обязанностями перед каким-то возможно предшествующим браком. Или же она не должна быть рабой. То есть рабыня не имела права вступать в брак. То есть только свободные люди могли вступить в брак. И этот брак считался для римского права законным браком. Конечно, такой брак был не совсем браком, он скорее был контрактом. Именно такая модель в современном европейском обществе предлагается для современного человека. когда заключают юридически контракт мужчина и женщина и оговаривают все права и обязанности, пределы вмешательства одной личности в жизни другой личности. То есть не идет речь о верности в контракте брачном. Идет речь прежде всего о том, чтобы та или иная сторона выполняла свои права и не нарушила обязанности и не нарушала права своего партнера. Потому что именно партнерами так обзывается муж и жена при таком брачном контракте. церковь как нам известно она распространялась в первую очередь именно на территориях Римской империи. И вот когда она распространялась на территориях Римской империи то она приняла как статус кво то есть как всеобщее положение принятое всеобщее положение вещей. Она приняла что свободно заключившие брак по свободному согласию являются браком. И апостол Павел не полемизирует с этим статусом кво. В своих посланиях он говорит о том что если ты узнал о Христе принял в свою жизнь Христа и твоя половина не разделяет твоих убеждений то ты насильно не убеждай свою половину или это муж или это жена а светиться неверующий или неверующий неверующий муж или неверующий жена верующим мужем или верующей женой светиться. Это значит что именно теплом благочестивой жизни сердечной благочестивой жизни должны согреваться неверующие супруги. И таким образом есть надежда что когда-то вы приобретете созвучие сердец вашей дальнейшей жизни и будете вместе уже разделять эту христианскую жизнь. И вот единственное что можно отметить еще помимо того что церковь раннехристианская признавала законность языческого брака она также говорила о том что законность этого языческого брака при наличии взаимной веры во Христа приобретает некий вечную перспективу то есть люди которые верят во Христа они и наследуют вместе благо которое дарует Христос верующим людям в него и тогда церковь говорит они могут вместе причаститься святых христовых тайн и об этом в частности нам говорит апостол Павел в послании к Ефесянам я в данном случае хотел бы вам процитировать это послание и строки из этого послания это пятая глава где апостол Павел цитирует книгу из бытия он говорит о браке тайна простите цитирует слова из книги бытия посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут двое одноплоть это в книге бытия во второй главе в 24 стихе говорится то есть это слова которые узаканивают брак еще в Ветхом Завете то есть муж воссоединяется с женой и они уже двое вплоть едино но вот апостол Павел добавляет именно в чем же тайна во Христе брачущихся говорит тайна сия велика я говорю по отношению ко Христу и к Церкви то есть мы видим что именно величие тайны между мужем и женой в браке и это величие в первую очередь в том что они становятся двое вплоть единую но мы то знаем что вступив в брак они не становятся одной плотью но тем не менее апостол говорит что двое вплоть единую и называет это тайной и он объясняет почему и как они становятся одной плотью тайна сия велика ибо глаголю во Христа и Церковь то есть как Церковь приобретает единство со Христом через таинство причастия через таинство Евхаристии когда мы причащаемся тело и крови Христа таким же образом муж и жена причастившиеся после того как их объявили мужем и женой причащаются тело и крови Христовой в таинстве Евхаристии в них течет уже одна кровь кровь Христа и таким образом во Христе Все они становятся одной плотью. Но как мы понимаем, что не только брачущиеся, скупившие в брак, приобретают единство тела во Христе, но также и все верующие люди, они становятся единой плотью через кровь и плоть Христа, потому что мы причащаемся телу и крови Христа. До 11 века в церкви не было таинства венчания, именно того таинства, которое мы сейчас имеем в церкви. Его не было. А некоторые вот на сегодняшний день очень ригористично настроенные, я бы даже сказал, это не богословы, а скорее священники или миряне, которые говорят, «Если невенчанный брак, значит он блудное сожительство, значит он незаконный брак, и они ошибаются. Всякий брак, заключенный законно в ЗАГСе, в светской организации, является законным браком». Это очень и очень важно понимать. И именно в социальной концепции русской православной церкви, а социальная концепция была принята архиерейским собором в 2000 году, А именно в этой социальной концепции выражен опыт православной церкви, тысячелетний опыт православной церкви. Опираясь на каноны в святой церкви, говорится, для тех, кто имеет такое недоброжелательство к официальному браку, говорится, что официальный брак, заключенный в государственной регистрации, является законным и для церкви. Это очень и очень важно. Значит, мы ни в коем случае не должны осуждать такой брак, как незаконный брак. Другое дело, что появилось незаконное сожительство, которое именуется браком. Это так называемый гражданский брак. Его нужно отличать, потому что он официально не заключался. Это люди, которые живут, скажем так, верно, друг перед другом, не изменяя друг другу, но официальной регистрации они не получали. Мы можем даже сказать, что в каком-то смысле и в какой-то степени можем допустить даже законности этого брака. То есть мы не должны подвергать нападениям такой брак, я имею в виду гражданский брак. Почему? Потому что они, по сути, для людей, которые окружают их, объявляют себя именно как муж и жена. Выражаясь современным словом, позиционируют себя как муж и жена. Дело в том, что почему это важно, почему я об этом говорю? Я говорю это к тому, чтобы мы как бы понимали, опять-таки, на историческом контексте, церковь раннехристианская принимала законность такого, по сути, гражданского брака между рабами, потому что они не объявлялись мужем и женой официальным законодательством римским. Потому что если они не свободны, значит, они не имеют права на регистрацию официальную римскую. Но они жили верно друг другу, не изменяя, и учитывая положение вещей, статус-кво римского права, этот брак между рабыней и рабом считался законным. Самое главное, чтобы соблюдалась взаимная верность, обещание взаимной верности. Дело в том, что церковь однажды совершила в каком-то смысле ошибку. В свое время это было в IX веке. В IX веке я сейчас уточню, посмотрю и скажу вам. Да, это IX век. В чем же, собственно, была ошибка? Нам известно, что в IV веке церковь стала государственной религией Византийской империи. И она имела огромное влияние на развитие гражданской и государственной общественной жизни внутри Византийской империи. И церковь в IX веке принимает на себя обязанность регистрации браков. То есть вы знаете, что и в Российской империи церковь занималась регистрацией браков. Уже именно в советское время такая привилегия, я бы сказал так, была советским государством отнята у церкви. То есть все архивы находились у церкви по регистрации браков, по регистрации погребений, рождения и так далее. Всем этим занималась церковь. И вот понимаете, в чем проблема? Именно серьезная проблема возникла. Серьезность проблемы в том, что церковь, регистрируя брак, вынуждена была регистрировать брак и тех людей, кто не был христианином, кто был язычником. И получается, что вот здесь, а как церковь может регистрировать язычников? Тем более мы знаем о том, что она уже совершала по Фотию, как он сказал, есть Фотий, патриарх Константинопольский. Он говорит, брак является союзом мужа и жены, единением для достижения ими полноты жизни. Он совершается посредством трех путей. Благословение, венчание или договор. И вот понимаете, что автоматическая легализация церкви брака в каком-то смысле накладывала и на церковь какие-то обязательства, чтобы благословлять этот брак. И вот тут начались серьезные проблемы с формализмом. Понимаете, если бы продолжалось все так, как было, то тогда государство зарегистрировало, потому что он гражданин этого государства, он язычник и, скажем, вступает с язычницей в брак. И не нужно государству совершать каких-то обрядов. Достаточно просто зарегистрировать и объявить этот брак закон. А здесь церковь столкнула серьезные проблемы. И вот у нас стали появляться такие венчания, например, венчала церковь, скажем, православных с католиками. И это накладывало определенные противоречия. А как же тогда воспринимать католиков, если церковь венчает православных с католиками? Но опять-таки, где-то она венчала, где-то она не венчала. Поэтому брак, я как бы сейчас не буду вдаваться в подробный экскурс именно вообще венчания на протяжении истории, но хочу сказать, что это проблематичная тема. И как бы односложно она никогда не решалась. Поскольку она унаследована еще с Ветхого Завета, то значит, все те браки, которые были в Ветхом Завете, они были различными, эти браки, они были законными. И поэтому мы не должны так односложно рассуждать. А, ну, если человек не венчан, значит, все это, все там уже в аду гореть, и так и незаконно, и так... Нет. Мы должны совершенно быть далекими от таких рассуждений. Это не христианские рассуждения. И, конечно, подборка... Существует определенный, конечно, цитат относительно брака у святых отцов. И поэтому я как бы уже заканчиваю именно вот эту тему относительно законности и незаконности брака. Я скажу так. Может быть, все. Может, даже в какой-то момент церковь будет признавать гражданский брак. Почему? Потому что происходит некое нравственное падение человека. И даже такой брак гражданский, но если люди живут вместе, люди взаимно верны друг другу, она готова признать и такой брак. Лишь бы не было именно измены и не было беспорядочной жизни, я имею в виду распутства никакого и так далее. Потому что многие не могут вступить в брак по, бывает, даже очень объективные причины. Поэтому суд о браке принадлежит Богу, а не нам. Это вот что мне хотелось бы в завершении именно вот этого такого важного проблематичного момента выразить в конце, так сказать, моего слова. Значит, мы, конечно, будем соприкасаться еще с проблематикой разводов, потому что если мы знаем, что в евангельские времена церковь допускала только одну причину для развода. Это вины ради прелюбодеянной. Потому что Спаситель сказал о том, что если есть вина прелюбодеяния, тогда освобождается от обязанностей пострадавшая сторона брачных обязанностей перед тем, кто согрешил. Но современная православная церковь уже называет таких причин, по-моему, 11. Я вам могу перечислить, я как-то уже зачитывал на своей лекции именно деяния Архиерейского собора Русской Православной Церкви. Это имеется в виду социальная концепция, где говорится о том, что если он, скажем, упорный наркоман или алкоголик, церковь допускает именно развод. Если, скажем, он оказался в тюрьме на многие годы, церковь тоже позволяет развод. Или, скажем, без вести пропавший. То есть есть объективные действительно причины, которые церковь допускает в качестве причин для развода, чтобы облегчить именно жизни той стороны, которая в данном случае является пострадавшей. Даже еще очень важная такая причина, о которой я упомяну. Если половина выражает протест, такой, скажем, даже, можно сказать, хульный протест против Бога и Церкви. Это тоже в перечне именно причин на развод. Значит так, то есть мы с вами коснулись. Я как бы не буду более часа говорить свою лекцию, потому что это будет и обременительно для ваших сил. И сейчас я ожидаю от вас вопросов по теме или именно по семье. Может быть, у кого-то есть какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Если желательно, встаньте, пожалуйста, чтобы люди слышали ваш вопрос. Получается, что правосвращенный в связи с организацией является законным? Таким образом можно не лечаться вообще? Нет. Вот секундочку. Вот очень хороший вопрос. Мы не поняли. Да-да, очень хороший вопрос. Да-да-да. Я говорю, что гипотетически в каких-то случаях Церковь может признать законность этого брака. Но в данном случае я говорю об официальном браке, который зарегистрирован в ЗАГСе. Этот брак законный для Церкви, но вопрос в том, значит, можно не венчаться? Я отвечаю следующим образом. Дело в том, что венчание – это некий естественный итог совместной жизни верующих людей. Ведь бывает не так все просто в отношениях между супругами, так ведь? Вначале, скажем, воцерковляется муж. Жена не разделяет взглядов, несмотря на то, что она крещена была в православной Церкви. И мужу приходится убеждать свою жену неверующую. И убеждать, как мы только что уже говорили, по апостолу Павлу, мы должны только благочестивым образом жизни, не подавляя свободу. То есть это не должны быть, скажем, такие, знаете, лекции сверху вниз. Вот ты не верующий, а я верующий. И поэтому мы должны там венчаться. Я муж, я сказал. Конечно, этого ни в коем случае мы не должны допускать именно в качестве инструмента убеждений. Не должны. Но если жена становится со временем такой же верующей, как муж, то мы должны понять, что же такое венчание. Венчание – это благословение на совместную церковную супружескую жизнь. Подчеркиваю, на совместную церковную супружескую жизнь. Благословение. Вот представьте себе картинку. Стоит верующий муж и неверующая жена. Венчает священник и говорит, венчается раб Божий, венчается раба Божия. Но раб Божий – это тот, кто работает Богу. Тот, кто как раз осуществляет волю Божию. Тот, кто делает, работает. А если она не работает Богу, значит, священник уже в самих тайно-совершительных словах совершает ложь. И только если она становится такой же рабой Божьей, как и раб Божий, то тогда, конечно, это благословение является действительно правдой. У них начинается некая новая фаза, ступень совместной супружеской жизни, жизни во Христе. Едиными устами, единым сердцем они уже живут во Христе. Поэтому я бы сказал следующее, что венчание – это усовершенствование отношений во Христе в совместной жизни, в брачной жизни. Поэтому мы, признавая законность официально заключенного в государственной структуре брака, как бы совершенствуем его, доводим до совершенства венчанием уже в церковном образе жизни. Понятно, да? Да, и сейчас вопрос можно. Пожалуйста. Получается, что действия, которые венчаны, да? Да. Но они больше позволяются венчаться перед Богом, чем просто воскислом? Ну, конечно, потому что вначале они обещают взаимную верность только друг другу. А в венчании они взаимную верность обещают еще и Богу, перед Богом, перед лицом Божиим, перед Святым Крестом и Евангелием обещают. И поэтому, знаете, это как вот вначале человек крестится, да? Крестится. Я имею в виду, принимает крещение таинства, он становится христианином. Но потом, в какой-то момент своей жизни он хочет усовершенствовать свою жизнь во Христе. И он принимает второе крещение. Это второе крещение называется постригом монашеским. То есть, как бы не тождественно в крещении, потому что мы верим воедино крещение, согласно символу веры. Но здесь меняет имя, меняет имя христианин. И как бы отрекаясь от того человека, кем он был, скажем, там был Василием, да? В крещении. А вы знаете, даже еще можно еще больше сказать. Ведь было принято в раннехристианской церкви, чтобы человек, принимая крещение, менял имя. То есть, получается, до крещения он был Вениамином, к примеру. В крещении он стал Василием. В монашестве, а в монашестве тоже, понимаете, это многоступенчатая такая, скажем, жизнь. Это в начале Ресофор, потом Малая схема, Великая схема, и при этом меняется имя. То есть, получается, что человек, переходя с одной ступеньки на другую, он как бы отрекается от того человека, который был хорош или плох, и становится лучше, становится на более совершенную ступень развития. Именно покаяние, этот термин, который мы используем, он звучит на греческом языке, как метаноия, метанус, менять разум свой. Так вот, менять разум, это значит менять его от худшего к лучшему, от лучшего к еще лучшему, и так до бесконечности. И это даже выражается в неком образе и форме жизни для человека. То есть, человек, меняя имя, меняет и свой образ жизни. Ведь, когда он меняет свое имя, то он от чего-то отрекается и дает какие-то обеты. Помните, да? Там, скажем, в монашестве это обеты безбрачия, послушание игумену и нестяжание. А, значит, уже в великой схеме он даже дает некий обет, можно сказать, затворничества. То есть, не выхода из монастыря. Конечно, в какой-то степени это как бы по благословению игумена там допускается, потому что он послушается игумену. Но это уже более такой затворнический образ жизни. Поэтому вот, что можно сказать в данном случае о браке, если мы вот этот образ перенесем? Это вот новая ступень, новых отношений, более совершенных отношений. Понимаете? Да. Почему это такое, что если вступает в брак, женщина меняет, допустим, фамилию, а мужчина, а главен всего лишь муж? А что? Имя меняет, а главен или меняет. А со стороны мужчины? А со стороны мужчины дело в том, что нужно понять, что если муж глава жены, то он берет на себя ответственность. Значит, он ничего не должен менять. А она именно ему доверяется. И поэтому вот в Сербии, в частности, существует традиция, если она была Елена Ивановна до брака, а вступая в брак, она становится Еленой Сергеевной, потому что мужа зовут Сергей. А мужа, она отчество, имя приобретает. То есть, это говорит о том, что именно он, глава, замуж выйти, за мужем стоять, понимаете? За мужем. Вот. Почему суженый? Потому что суженый, это значит, слово суженый однокоренное словом судьба. Суда, то есть, именно судом Божьим, суд нужно понимать не всегда, понимаете, в отрицательных, именно, смыслах. Ведь суд может быть положительным исходом, правда ведь, какие-то деяния суда, и может быть отрицательным, осуждением. Но вот суженый, именно судил так Бог, чтобы именно он был, значит, моим главой. Конечно, мы будем еще об этом говорить. Дмитрий Сергеевич, а почему будет зам, ну, а если так поступает, почему бы женщина вводит мщение? Мужчина, да, замуж, а женщина, замуж, 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 замуж. Вы знаете, очень прекрасный вопрос. Так, 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 ну, хорошо. Вы знаете, конечно, в данном случае вопрос, ну, вопрос, конечно, очень, знаете, очень интересный. Вот, ну, интересен вопрос именно тем, что не должно быть так. Это первая составляющая. То есть, я упомянул, когда говорил в начале своей лекции, что мы говорим о неком идеале, о некой модели христианской семьи. Она есть, и когда вступают в брак, то они именно должны осуществлять этот проект. Это знаете, как при строительстве. Вот, есть проект, и когда мы строим что-то, то мы должны строить по проекту. И вот в данном случае должно быть строительство по проекту семьи. Если она позиционирует себя, эта семья, как христианская семья, следовательно, она должна брать за основу своей семейно-строительной, так сказать, своей жизни именно проект христианской модели семьи. И вот здесь апостол Павел говорит однозначно, что муж во главу жены. Это, в частности, я сейчас прочитаю замечательные слова апостола Павла Кефесиным, пятая глава. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены, своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова». Так вот, здесь еще дальше хорошие, красивые слова. Но, конечно, и на мужей возлагается огромная обязанность любить своих жен, как свое тело. Потому что каждый свое тело хранит, каждый свое тело питает. И если есть такое сознание у христианской семьи, то даже когда будут возникать проблемы во взаимоотношениях христианской семьи, то они будут приносить свои сложности, проблемы семейной жизни на суд церкви. Потому что именно церковь является некой судебной инстанцией для именно их семьи. И вот понимаете, если они будут опираться в своих спорных вопросах только на личный авторитет, вот муж будет говорить, «Нет, ты должна делать, как я тебе скажу». А она будет говорить, «Нет, а у меня в семье учили по-другому». Этот спор будет продолжаться бесконечно. Потому что каждый считает априори, что именно его взгляд является, особенно в условиях, демократичность и правила. Вы знаете, я вам скажу следующее. Дело в том, что я категорически этого не делаю. Вот на протяжении своего пастырского именно служения я не венчаю людей, которые не имеют отношения к церкви. И согласно канонам нашей церкви, священник не имеет права венчать, если они не живут церковной жизнью. Об этом я уже сказал, что это новая фаза взаимоотношений в семье между мужем и женой, венчание. То есть, именно если они венчаются, они должны принять как законодательную базу для своей семьи именно христианскую систему ценностей. Вот если они примут, значит они выживут как христианская семья. А если им рассказали о том, что это модно и что это вот нужно и пошли и, так сказать, и сделали это, то, конечно, это, понимаете, это как корабль без четкого маршрута плавания. Он не знает, зачем венчались, понимаете? То есть, так не должно быть. Поэтому я еще раз хочу сказать, что именно венчание в идеале должно совершаться священнослужителям только в том случае, если они живут уже церковной жизнью. Значит, священник грех совершает? Священник совершает грех. И сейчас последним собором, простите, последним собором это осуждается. И сейчас все больше и больше принимается решительность и твердость в намерениях соборного разума нашей Церкви о том, чтобы категорически запретить совершать крещение и венчание без желания жить церковной жизнью. Если ты хочешь принять крещение, значит, ты должен пройти курс оглашения, то есть объяснений основ веры православной. Значит, начать жить церковной жизнью, не крестившись. Помните, оглашенные за литургией, оглашенные. То есть, они уже ходят в церковь, посещают, уже живут церковной жизнью. Конечно, не участвуя в таинствах до конца, то есть, они могут причащаться еще. Но уже живут церковной жизнью, они уже молятся, посещаются, интересуются вероучительными вопросами и так далее, и так далее. А если один только христиан у вас живет, а второй только или просто сочувствующий? Нельзя венчать такие. Нельзя. Это должно быть убеждением. Запомните раз и навсегда простую вещь, что христианские ценности не должны быть чувством, сочувствием. Они должны быть убеждением, потому что истина Христова, мы не должны говорить об истине Христовой как об измерении чувственном, а прежде всего мы должны говорить об истине Христовой в конкретных понятиях. И вот эти конкретные понятия имеют формат заповедей Господней. То есть, когда мы говорим об убеждениях, то мы говорим в первую очередь о каких-то конкретных установках, тезисах. Вы понимаете? Поэтому он должен жить, исходя уже из этих тезисов. Я сразу скажу, что в моем храме это ектиния не произносится. А почему? А потому что, значит, мы тогда врем. Дело в том, что в православной церкви, в православной церквях, в греческой, сербской, болгарской оглашения ектинии произносятся. И уже во многих храмах Москвы, Санкт-Петербурга эти ектинии произносятся. По той причине, что мы совершаем какую-то тавтологию, непонятность вообще, для чего мы это произносим. Оглашения за идите, все стоят. Это конкретный призыв к конкретным людям. И если нет этих людей, то зачем мы должны это произносить? И на последнем соборе были такие рассуждения уже об этом. То есть, мы подходим к тому, чтобы все-таки... Потому что за вот эти 70 лет от ученности, от церкви нашего общества, нашего народа, мы как бы не смогли именно правильно отреагировать на существование этой ектинии. Нам нужна другая ектиния, ектиния окающихся. Именно эта ектиния была в Древней Евхариске. Она потеряна, я сейчас не встречал текста в этой ектинии. Но я знаю о том, что она существует, потому что именно в списках древних это ектиния окающихся числится. Потому что был институт кающихся, был институт оглашения. Что собой представлял институт кающихся? Это люди, которые за определенные грехи на определенное время были отучены от церкви. И вот, следовательно, были отучены от причастия в первую очередь. И когда, если они отучены от причастия, то в какой-то момент для определенной категории, а их было несколько ступеней, кающихся, они должны были выйти из храма. Это совпадало и с оглашенными. То есть были оглашенные, которые готовились, они должны были покинуть. Точно так же и кающиеся должны были уйти из церкви. Это тогда, когда перечащались все. Это не тогда, а когда, помните, оглашение, зайдите перед Херувимской. То есть Херувимская, все, это уже только те остаются, которые будут участвовать в таинстве до конца. То есть только причащающиеся. Слушай. То есть получается, вывод сегодня сказанного. Если семья уже существует, если брак есть гражданский, то тогда следующее речание может тогда пробовать. пробовать, пробовать, прожить там. Сейчас мы справимся, потому что будет другая жена поцелковой. Но если один из них ушел в церковь и хочет добить брак, то есть фактически для него это будет грех, если он будет жена не поцелковой на коже. Ну, или женихе. Нет, в смысле, если вы говорите о женихе и невесте, да? К примеру, один женихе, но судьбу... Да. Дело в том, что она имеет полное право выходить за него церковленного человека и заключать официальный брак, и он будет законным и будет признан. То есть дело в том, что церковь... Мы будем говорить на последующих лекциях об этом. Понимаете, у церкви складывался на протяжении истории определенный опыт выбора жениха и невесты. Это очень важный момент. То есть, понимаете, не только шла речь о том, что нужно невесту искать в огороде, а не в хороводе. А сейчас именно в хороводах ищут, на дискотеках, в барах и так далее. Вот. Но именно была конкретная методика, которая, что называется, была семейной традицией. То есть нужно много было, понимаете, сторон, так сказать, изучить для того, чтобы принять решение, с кем я буду вступать в брак. Если, понимаете, там, скажем, мать, понимаете, ну, одним словом, яблоко от яблони далеко, так сказать, не падает. Поэтому вот эти моменты, много вот этих моментов, они учитывались. И если, конечно, она неверующая, понимаете, и верующий хочет взять себе жену, то он, конечно, он не будет, понимаете, даже, может быть, останавливаться на этом особенно. Потому что, ну, это сложности будут, мировоззренческие и так далее. Это будет очень сложно. То есть церковь допускает, разрешает такую возможность, но не рекомендует. Это очень важно понять. Потому что церковь не насилует, понимаете, именно какие-то вот чувства любви друг к другу. Ну, вы знаете, это нужно быть очень самоуверенным человеком, чтобы так, понимаете, это... Я знаю, что... Ну, одним словом, не так уж просто воцерковить человека, я, знаете, вам скажу. Потому что, когда вступают люди в брак, как раз начинается потеря авторитета. Вот пока встречались, понимаете, женихи и невеста, женихались, вот. Тогда, понимаете, все, они друг друга любили, понимаете, все. А вступили в брак, и начинаются претензии друг к другу. И, понимаете, когда он говорит, знаешь, ты еще должна и верующей стать, она говорит, нет, интересно, вот. А я не хочу, вот. И что ты меня вообще заставляешь? Это все тандыциозно очень воспринимается, амбициозно, понимаете. Но как же он освещается, а не освещается друг к другу. А здесь идет речь, именно у апостола Павла, а уже, так сказать, о браке, который был, был брак. И человек уверовал в этом браке, понимаете, будучи уже в браке. Вот тогда, говорится. Но как вы понимаете, брать на себя и ношу непосильную. Одно дело, когда ты уже здесь, ну как же, ты просишь дети и все, внуки, понимаете. Это уже одно дело, понимаете. А другое дело, заведомо идти в полымя, понимаете. Это, да. Отошедшее в мир и в ночь, чтобы враги не венчатся. Ты счастливы не писали. Вы знаете, опять-таки, все решает незаконность даже брака здесь. А решает, понимаете, именно их образ жизни. Насколько они правильно жили. Если, конечно, муж правильно жил, был достойным человеком, правильным человеком, благочестивым. И жена, понимаете, а они, скажем, ну как-то вот не получилось. Вот что я имею в виду? Если, скажем, муж был верующим человеком, да, жена была неверующей. И муж умирает еще до того, как они, до венчания, скажем, да. Но потом жена после смерти мужа уверовала. И стала жить благочестивой жизнью. Конечно же, они встретятся. Потому что они-то стремились к одной цели, ко Христу. И там, конечно, не воссоединяться. То есть там брак не имеет значения. Почему? Потому что, как бы, все Царство Божие, это как бы будет единодушие. Поэтому все, как бы, там не будет разбитости на ячейки. То есть мы не знаем, что там будет. Потому что, как сказал Господь, не видя того глаз, не слыша того уха, не приходилось в сердце человек, что Господь уготовил. Но в любом случае, самое важное, это любовь, которая, понимаете, не будет разделяемой. Это будет единое целое. Слушайте. Бой, с какого лица выступления ваше по телевидению есть? Я не знаю. По программе ничего нет? Дело в том, что, понимаете, этот проект телевизионный относительно передач. Понимаете, есть определенные сложности в работе с телевидением. Вот последнюю передачу, которую я готовил, понимаете, они обрезали ее, начало и конец. И более того, они соединили, как бы, две моих записи, одну и другую, запись в одно. И соединили, понимаете, по своему усмотрению. И, конечно, я был вообще не согласен именно с тем, что они сделали. Понимаете, и у меня, как бы, соответственно, пропадает желание работать, сотрудничать с этими людьми. Хотя, вот, как бы, проект долгосрочный. И, понимаете, это так уже, я сколько помню, с ними вот, как бы, работал, это всегда, понимаете, вот, я сейчас объясню одну очень важную деталь. Почему они не пустили начало и конец? Понимаете, в основе нравственности для христианина, нравственности, лежит духовность. А что такое духовность? Духовность – это истина Христова. А если это истина Христова, то, значит, критерием нравственности является Бог, а не человек. А в основе нравственности мирского человека лежит человеческая мерка. Помните еще античные выражения? Человек – мера всех вещей. Так вот, понимаете, это не христианский принцип. То есть, если нравственность оценивает нравственно или ненравственно человек для светского сознания, то для христианского сознания нравственно то, что нравственно для Бога. Потому что сейчас мы видим, какой релятивизм, можно сказать, вот постоянное падение нравственности происходит. Сейчас, оказывается, нравственно вступать в брак, понимаете, с однополым, там, так сказать, человеком. И много других моментов. И сейчас настолько это нравственно, что, понимаете, осуждается чье-то возмущение, как безнравственно. Что же это вы, понимаете, не понимаете? Как это так вы не принимаете? И так далее. И вот в данном случае, когда я начал говорить о происхождении праздника Святого Валентина, о происхождении было очень, понимаете, непростое. 14 февраля в Риме на склоне Палатинского холма было свидетельеще Луперку. Это такой, вот, понимаете, волкообразный бог, фав, которому приносились жертвы необычным образом. Значит, Луперки тоже так назывались эти жрецы, Луперка, волка. И вот они заколали два животных. И вот эти два животных, первое, это собака, самое ненавистное для волка животное. И самое любимое по вкусу, это коза. И вот после этого заклания ножом, обогренным в крови, обмазывали тела двух юношей обнаженных, которые находились в этот момент в этом святилище. Затем свежевали этих животных и разрезали на мелкие ремни. Частью этих ремней припоясывали тело, а часть эти обнаженные юноши брали в руку. И выбегали из этого святилища, где уже ожидали женщины с полуобнаженными, так сказать, частями тела. Вот, и подставляли эти части тела, чтобы эти обнаженные юноши ударяли. Причем эти кожаные ремни назывались фебруарь, фебуарий, месяц, февраль. И вот настолько оно было таким, скажем, повальным, это празднование, что эти празднования переходили в оргии. То есть многие девицы теряли девство, значит, мужья теряли своих жен и мужей, и так далее, и так далее. То есть возникали очень серьезные проблемы после вот таких вот мистерий языческих, которые совершались именно 14 февраля. И вот церковь для того, чтобы преодолеть эту проблему, вот, в V веке устанавливает праздник в честь священномученика Валентина Интерамского. И вот именно Валентина Интерамский, это не тот, понимаете, легендарный Валентин, о котором сейчас пишут, что якобы тот, вот, Валентин, он венчал при императоре Клавдии, значит, этих призывников в армию, потому что тогда велась война в империи. И вот он венчал, и таким образом как бы узаканивал брак, и вот они как бы оставались в семье. Но, во-первых, третий век, это, понимаете, церковь, она не была официальной церковью. Во-вторых, венчание не было как такового, потому что я сказал, в XI веке только появляется венчание. В-третьих, этот Валентин пишет своей возлюбленной, то есть даже не жене, а возлюбленной, значит, бумагу, не письмо. Это письмо называется Валентинкой, твой Валентин, сейчас уже называется Валентинкой. И, а, его как бы наказал император Клавдий за то, что вот он совершил вот то, что он совершал. Вот, конечно, это легендарный Валентин, и мы не празднуем такого Валентина, мы празднуем Валентина Интерамского 3 века, частицу мощей, высокая делегация из Италии подарила в 2003 году патриарху Алексею для Русской Православной Церкви. И на сегодняшний день эта частица мощей находится в Краме Христа Спасителя. То есть мученик, священный мученик Валентин, епископ императский, именно он был идеалом христианской любви. Потому что, несмотря на преследования, которые он имел со стороны властей своего города, он исцелял людей, которые нуждались в его исцелении. И поэтому Церковь предлагает праздновать его, как идеала другой любви, крестьянской любви, но не той любви, понимаете, покровителем которой был Луперг, вот, похотливый. И, понимаете, соответственно, возбуждал ту же самую любовь похотливую, понимаете, подставляя ягодицы, понимаете, и, так сказать, грудь. Вот, понимаете. Да, празднование. Конечно, они это отвергли. То есть я как бы рассказал происхождение этого праздника, понимаете. И вот что не нравится, ну такое вы знаете, это слишком. Я говорю, вы знаете, мы должны праздновать, что мы празднуем, что мы празднуем. Потому что у каждого праздника есть свое историческое происхождение. Мы должны знать, что же мы празднуем. Потому что православная церковь Валентина Интерамского, священномученика, празднует 13 августа по новому стилю и 29 июля по старому стилю. Это важно. Но мы готовы праздновать его и сейчас, 14 февраля, Валентина Интерамского. Но мы должны праздновать не того выдуманного Валентина, понимаете. Я сейчас приведу для того, чтобы было понятно, о чем я говорю. Это пример с мастером и Маргаритой у Букакова. Помните, он тоже говорит в своем романе о Ешуа Гонацри, якобы это Христос. Но это выдуманный Христос с кем? Воландом, с сатаной. И получается, что нам сейчас предлагают праздновать какого-то Валентина, который не соответствует тому историческому Валентину, который есть в нашей Церкви. Поэтому дело даже не в том, что католическая Церковь празднует 14 февраля, а мы празднуем 13 августа. То есть мы можем освятителю Николаю или страстогерптам сегодня, мы служили, мы можем точно так же и Валентину, священномученику, помолиться в этот день. Ничего в этом плохого нет. Мы прежде всего должны понимать простую вещь, что должны знать, кого мы чествуем. И вот они отвергли. И, конечно, у меня как бы нет желания, я как бы не звонил им о том, что будет очередная запись, я как бы пока выжидаю паузу. А там я пока не уверен, что это мне нужно. То есть это не веро в себя. Как мы видим, понимаете? То есть они будут, понимаете, писать мне сценарий, что мне говорить. При этом они мне сказали, что это ваша передача. Но если это моя передача, значит, я авторская передача, значит, я имею право, понимаете, говорить то, что я считаю нужным, а не то, что вы мне будете писать. Они все вырезали. Они вырезали с вашего выступления. Вырезали, да. И вставили только то, что, понимаете, совершенно верно. Искажение правды. Искажение правды, понимаете. Так и я уже сказал, истина, это, понимаете, одно. Понимаете? И поэтому только из истины будет вытекать правильная нравственность. А вне истины нравственности не будет. Будет только выдумка о нравственности. Как нужно эту правду знать людям? Что делается в этой мере? Ну, вот, милиция. Ну, нет, ну, как бы, то есть мы открываем календарь и мы видим. Просто вот... Ну, не так хочется праздновать. Ну, вот, что я могу сказать. Так, еще какие вопросы у вас есть? Да, пожалуйста. Вы сказали, что церковь признает в некоторых случаях гостинские браки. А как вот нам уготовить молодежь? Они тоже вот сейчас как-то все вот сойтись, пожить, а потом уже, значит, закаливаться. Нет, 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 нет. Нет, дело в том, что категорически церковь против именно такого плана, понимается, на жизни. Дело в том, что если прожили люди вместе значительное количество лет, и действительно это безупречный брак в плане, так сказать, отношений, нормальности отношений, конечно же, церковь признает, понимаете, она не вычеркнет из жизни, понимаете, этих людей, такие идеальные отношения. Она, конечно же, признает и скажет, да, это достойные люди и так далее. То есть она не скажет, что вот это блудное сожительство. Ну, как они блудно сожительствовали? Если они, понимаете, и что мы можем тогда говорить о нормальности официального брака, если они блудно сожительствуют в официальном браке или венчином, понимаете? Здесь как бы мы не должны подводить, понимаете, под какие-то такие законченности, понимаете? Дело в том, что все очень полемично в этой жизни, и церковь всегда исходит из позиции любви, чтобы не навредить человеку, не навредить их отношениям. Потому что каким-то, таким, знаете, радикальным решением, а, все, вы блудное сожительство, они прожили много лет, и эта жена, она думает, а, блудное сожительство, что делать? И она бросает своего мужа, с которым они прожили многие годы, и потом она не может не примкнуть к нормальной, значит, как-то дальше нормально жить, понимаете? Она в растерянности и так далее, и получается, что она и монашество не может принять, и не может, она в растерянности, понимаете? Это очень все серьезно. Поэтому мы должны именно с рассуждением подходить ко всякому, понимаете, браку. Одно дело, если они там живут, понимаете, конкубинатом каким-то там непонятным, понимаете, и... То есть, тут все, все нужно с рассуждением подходить. Так, вопросы еще есть у вас? Спасибо, Господь. Я хочу сказать, что я не могу сказать. Да, слушаю вас. Действительно ли таинство старопляться в нашей церкви? Действительно ли? Да, если, допустим, если вы крещеные дети, на вопрос, потому что у меня вчера я просто позвонили, и вот говорят, можно ли там и уменьшание совершить? Значит, я вот вам... Выскажите меня, пожалуйста, а он, значит, по происхождению своему конфессиональному кто? Он старобрядец, православный? Нет, нет. Дело в том, что у меня... Я, соответственно, на надпись была написана «Московский патриархат, Московская епархия, церковь, единоверие». Но там снимки... А единоверие – это Московская патриархия. Это дело в том, что единоверие. Что это такое единоверие? Единоверие – это когда определенное количество приходов приняли подданство православной церкви канонической, Московского патриархата. И православная церковь Московского патриархата сохранила за ними право на совершение богослужения по книгам до, значит, да, до Никона, до переводов. Да, староверческих. Это называется единоверие. И это именно, так сказать, в пространстве нашей церкви. Это единая церковь. Это единая. То есть старобрядцы и единоверцы – это разные вещи. Таинство, а действительно. Действительно, это такая же наша же церковь, это наша. А вот старобрядцы – это те, которые живут в расколе по отношению к православной церкви до настоящего времени. Да, да, да. А единоверцы можно, вот вы можете легко пойти, скажем, совершать там, так сказать, таинство крещения у единоверцев. И это не будет изменой православию. Значит, там могли, значит, совершить, а здесь можете причащаться. То есть вот такую струю. Да, да, пожалуйста. Следующая наша встреча, я еще не смотрел по календарю, будет тоже, скорее всего, в четверг, также в 16 часов. И по окончании молебна мы, значит, еще будем говорить о браке, вот и так далее.